Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 38 лет, была замужем в разводе с 12-го года и есть дочь. Проблема следующего характера. Все мужчины, которые попадают в поле моего внимания и проявляются в мою сторону, в большинстве своём настроены на лёгкие отношения. Это или мужчины, которые находятся в отношениях, или малоуспешные мужчины, которые хотят, чтобы их финансово выручали и морально поддерживали. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в причинно-следственных связях данной проблемы, что мне нужно проработать в себе и как? Спрашивает Светлана. Ну, я думаю, что, конечно, это является вопросом психотерапии в первую очередь. То есть, я думаю, что, вот, так скажем, обназначено, обназначено, да, сказать, каковы причинно-следственные связи, вот, того, что вы описываете. Можно будет только после того, как будет, ну, исследовано, да, изучена ваша история, вот, ваша, так сказать, история вашей жизни. Вот, поэтому пока можно только предполагать, и, вот, я бы не сказал, что предположение это что-то прямо очень хорошее, вот, потому что, ну, на мой взгляд, предполагать можно очень долго, очень много, вот, и в этом смысле каждый делает это в меру своих возможностей, в меру своей фантазии, а если вам нужно, вот, так скажем, конкретное решение, да, если вам нужна, ну, конкретная такая, значит, позиция, вот, что, на мой взгляд, нужно только через психотерапию в этом направлении работать. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что пережив в определенной степени развод, да, или, может быть, даже не пережив его, то есть, ну, здесь имеется в виду, что развод вы могли и не пережить до конца, вы могли не прожить развод до конца, это тоже, тоже нужно, на мой взгляд, понимать, вот. А вы получили, ну, скорее всего, некоторую травму, и эта травма вполне может оказывать на вас определенное воздействие. В частности, то, каких, каких именно мужчин вы привлекаете, то есть, что-то в вашем поведении, да, их привлекает и так далее. Вы сами сказали о том, что, например, вот мужчины попадают в поле вашего, ну, в поле вашего внимания, то есть, вы, получается, как бы обращаете на них свое внимание, и, если это так, то, опять же, нужно смотреть на то, чем эти мужчины привлекают вас. Я знаю, например, что после того, как люди переживают развод, очень часто, многие из них, несмотря на то, что хотят, ну, к примеру, хотят, да, там, построить новые отношения, да, допустим, вот. Я знаю, что некоторые люди, желая построить новые отношения, например, построить, ну, новый брак, допустим, бессознательно тяготеет как раз к обратной истории, то есть, ну, к истории, наоборот, какой-то легкости в отношениях, какой-то вот такой, может быть, ну, непринужденности, что ли, вот. И в этом, в этом смысле вам нужно для себя самой постараться честно-честно ответить на вопрос, а чего сейчас хотите вы, вот. То есть, ну, вот вы говорите о том, например, что, там, хотите, допустим, серьезных отношений, к примеру, вот. Но если вы хотите серьезных отношений, то у вас не будет, а чего в серьезных отношениях вы для себя хотите. Вот, потому что вполне может быть такая история, что что-то, чего вы хотите для себя в серьезных отношениях, как раз таки, по вашему мнению, может, ну, достигаться через какую-то вот легкость, через какую-то вот непринужденность и так далее. Дальше. Мужчина, который, ну, находится с вами в, допустим, легких отношениях, да, вот, или мужчина, который нуждается, там, грубо говоря, в вашей помощи и так далее, да, вот. Вот, это, ну, необходимо понимать, что это максимально такой безопасный, как бы, безопасный партнер, вот. Потому что он все в целом либо зависит от вас, либо, ну, скорее всего, скорее всего, я подчеркну, скорее всего, не будет от вас ничего требовать. Вот, то есть такой человек, да, он вот максимально для вас может быть безопасен. И в таком случае нет, на мой взгляд, ничего удивительного в том, что привлекают вас именно такие мужчины, мужчины, которые, вот, значит, ну, не будут вас к чему-то принуждать, да, не будут от вас, не знаю, чего-то, чего-то хотеть и так далее. С другой стороны, с другой стороны, давайте подумаем, вот, таких мужчин, которые, которых вы описываете, да, что-то привлекает вас, и нужно понимать, нужно понимать, что именно привлекает вас, ой, привлекает мужчин вас. понимаете, какие-то элементы вашего поведения, вот, какие-то ваши, опять же, проявления, вот, это то, что таких мужчин привлекает. Здесь мы, опять же, должны, в той или иной степени, обратиться к вашему опыту брака. Дело в том, что, если вы привыкли в браке, например, много вещей брать на себя, если вы привыкли в браке, ну, как бы, тащить на себе что-то, да, допустим, вот. Если вы привыкли так делать, то, соответственно, что, что, что здесь? Здесь история про страх слабости. Вы боитесь, ну, вы боитесь, ну, так сказать, позволить мужчине, да, что-то решать, вот. Часто бывает так, что человек, вот, после развода, да, предпочитает, ну, как-то самостоятельно решать свои проблемы. Ну, вот. Часто, опять же, у человека, да, ну, вот, допустим, у вас, а выбора, так выбора-то особо нет. Ну, то есть, там, муж, ну, грубо говоря, муж ушёл, да, вот. Вот, например, муж ушёл, вам нужно как-то жить, и, соответственно, ну, вы учитесь жить без мужчины, например. И, ну, вот, живёте как умеете, привыкли решать проблемы сами, вот. И если вы, ну, условно говоря, условно, условно, если вы, вот, входите во вкус, да, вот, если вы входите во вкус этого, то есть, если вы привыкаете решать проблемы свои, ну, самостоятельно, вот, что, опять же, таким образом вы будете привлекать именно тех мужчин, о которых вы говорите. Никто не отменял, кроме этого, никто не отменял ваши неосознанные желания, потому что, ну, если вы, вот, если так вот получается, что вы привлекаете, да, скажем так, определённый тип мужчин, да, то, скорее всего, они, эти мужчины являются отражением ваших, ну, потребностей, ваших желаний, причём тех, которые вы, ну, себе, вот, той или иной степени не позволяете. То есть, вот, например, вы говорите, что мне нужны, там, обязательно серьёзные, допустим, отношения, да, вот. Может быть, вы требуете от себя того, чтобы, чтобы у вас они были, чтобы у вас были такие отношения. Вполне возможно, что вы требуете, но требовать от себя это, ну, а хотите, на самом деле, чего-то, это другое. Поэтому, поэтому, тут тоже нужно, в этом смысле, смотреть, да, на то, вот, как, например, представлена ваша потребностная сфера, ну, вот, в жизни вашей. Ну, вот. Ещё, что интересно, это то, что вы описываете свои отношения с мужчинами как, ну, как будто бы, вот, довольно-таки узкие. То есть, узкие в плане проявления ролей, когда вы говорите, что, вот, мужчина, значит, хочет лёгких отношений, там, или женат, или хочет найти помощи. Потому что, вот, складывается, складывается, по крайней мере, у меня, складывается такое впечатление, что, вот, кроме вот этих аспектов, которые вы, ну, которые вы обозначили, да, вот. Ну, как будто бы, вот, больше ничего нет между вами и мужчиной-мужиной. Вот, поэтому я бы здесь, конечно, рекомендовал бы, помимо, вот, ну, помимо всего прочего, я бы рекомендовал посмотреть на то, на каких основаниях вы устраиваете отношения. То есть, что вас обедняет с мужчинами, что вы устраиваете, ну, вы знаете, такой, основы для того, чтобы вы, грубо говоря, эти отношения с ними начали выстраивать, вот. Как вы проявляете себя с такими, ну, с мужчинами вообще, вот, что общего между вами и мужчиной, опять же, вот, то есть, вот, на эти вещи, на эти моменты, как мне кажется, необходимо обратить ваше внимание. То уже, потому что, если вы, скажем так, ищете, прям вот, если вы ищете, если вы ищете серьезных, серьезного мужчину, да, вот, ну, то есть, как-то пытаетесь его найти, вот, то чаще всего мы получаем совершенно обратный эффект. Вот. Такие дела. Поэтому, в первую очередь, мы исследуем здесь травму развода, которая, безусловно, есть, мы исследуем вашу потребностную сферу, для того, чтобы лучше понимать, чего вы хотите и как, вот. И мы исследуем вашу поведенческую модель, да, для того, чтобы иметь возможность ее подкорректировать. Но, опять же, предыдущие два направления, на мой взгляд, позволят вам, ну, как-то естественным, каким-то путем, да, добиться того, о чем я сказал, в третьем пункте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, полную ответ, позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.